Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала! Рада приветствовать вас! Меня зовут Татьяна и в данном ролике я буду продолжать посадку полученных орхидей из посылки номер 2. И на повестке сегодняшней пересадки это три фаленопсиса размера 1,7. Находятся они вот в таких маленьких стаканчиках и во мхе, как я уже и показывала. Для данных орхидей я подобрала вот такие одноразовые пищевые стаканчики, маленькие. И буду пересаживать растения в эти стаканчики. Посадку буду производить с новыми для себя компонентами, именно с одним. Буду использовать вот такую мульчу. Слышала, что в данной сосновом мульче очень хорошо растут и развиваются растения, малыши орхидей фаленопсис и другие виды как орхидей, так и других растений. Сделаю небольшой микс из этой мульчи и лесного мха. Для начала приступлю к разбору корневой системы. Освобожу от мха корешочки и посмотрим, как себя чувствует корневая система, как она выглядит. Начну по порядку. Мох воду складывать вот в такой пакетик. Так. Иногда орхидеи приходят со мхом очень хорошего качества, не совсем еще разложившимся. И вот можно видеть на примере данных растений. Мох светлый внутри посадки. Он еще свежий, слегка покрылся зеленым налетом водорослей поверху, но вполне пригоден для посадки. И иногда в целях экономии я такой мох сохраняю. Я его промываю в теплой воде несколько раз, просушиваю и очень отлично этот мох может служить повторно. Вот таким образом выглядит корневая система данного растения. Это молоденькая растенница, совсем, можно сказать, недавно из фласочки. И у него еще вот такие вот детские его корешочки. И только-только начали расти вот эти молоденькие кончики, беленькие, вглубь этого мохового комочка. И посажу их в новый грунт. Буду смотреть, как развиваться будут данные растения. Своего рода проведу эксперимент. Заодно покажу вам. Посмотрите и возможно кто-то возьмет для себя на заметку тоже использование данной мульчи. В любом случае будем наблюдать с вами вместе. Мне это очень интересно. И посмотрим, как будут развиваться события. Приступлю к разбору второго малыша. Вот еще один малышочек. Представляете, как такие крошки очень хорошо перенесли дорогу. Они даже пришли без потери тургора. Очень классные растенецы. И здесь вот в серединке показался молоденький листочек. Видите, этот уголочек свеженький такой. Шибко я тут снимать этот мох не буду. Оставлю так, как есть. И третью растюшечку почищу. Вот так выглядит корневая система третьего растенеца. Вот такие волнистые листочки растут. Очень красивые. Сейчас будем заниматься посадкой. Если вдруг для кого-то я очень быстро показываю, то можете ставить какой-то фрагмент на паузу и рассматривать повнимательнее. Совсем еще флоснято. Только-только, видимо, из колбы. Для посадки я настригу помельче вот этот лесной мох. Небольшой такой фракции. Лесной мох не такой влагоемкий, как тот мох, который я сейчас разбирала у данных растений. Он будет придавать воздушность, так как он очень-очень воздушный и объемный. И я думаю, что в сочетании с мульчой этим растениям должно понравиться. Может случиться так, что растения не примут посадку. И тогда буду пересматривать вариант. Другой подбирать вариант посадки. Но не будем забегать вперед. Время все покажет. Будем наблюдать. Прямо вот со всем этим лесным богатством. Иголочки, травинки какие-то сухие. Все идет в ход. Все это полезная органика. Не надо этого бояться. Орхидеи это любят. И лучше лишний раз не полью каким-то химическим средством. Будут они у меня питаться натуральными компонентами. Вот столько у меня получилась муха. Зеленая тарелка. И добавлю к ней эту мульчу. Если вам вдруг необходима мульча для посадки орхидеи или других растений, то можете написать мне на мою страницу ВКонтакте или на почту. Получается довольно симпатично, воздушно. Вот такая вкусняшка получилась. Посмотрите, как здорово смотрится. Она очень-очень воздушная. И сейчас приступлю к посадочке. Вот так смотрятся в данных стаканчиках эти растюшечки. Корневая системка совсем, можете видеть, махонькая. Но ничего страшного. Я думаю, что из этих растений вырастут хорошие экземплярчики. И зацветут. Я не буду использовать никакой дренаж, так как смесь довольно-таки воздушная получилась. Вот таким образом. Вот так посадила данное растение. Здесь виднеется уголочек корешочка растущий, остренький. И я за ним буду наблюдать, как он будет расти. Если не подписаны на мой канал, подписывайтесь, чтобы не пропустить видео об этих маленьких растениях. Чтобы посмотреть, как они себя чувствуют в этом новом грунте, в моих экспериментальных посадках. Еще один такой нюанс. Возможно, кто-то будет спрашивать про полив. Но вначале я не сказала, забыла, вылетела из головы. Мох у меня очень свежий. Видите? И вот эта вот его обратная сторона, она сырая. Мох свежий, сырой, не сушеный. И также вот дополнительно мульчу. Вот видите, темная. Я ее спрыснула вот так. Я ее спрыснула из пульверизатора, из этого, из мелкого. Вот так перемешала. И она тоже влажненькая. Поэтому поливать я буду чуть-чуть попозже. Может быть, через 2 дня или через 3 буду наблюдать, как будет просыхать посадка. Так и немножко буду добавлять водички. Я думаю, что, как я и показывала, как я поливаю своих фласочников из спрынцовочки или тихонечко из леечки в край горшочка. Чтобы вода сначала вся пролилась на дно, а потом в субстрат методом вот такого испарения и фитильного забора такого будет увлажняться весь. Вот таким способом я поливаю. Вторую растюшечку посажу аналогично. Вот так. Раз. Как бы прихлопнула ее двумя пригоршнями этой смеси. И за счет того, что со мхом перемешана, вот она более-менее хорошо держится, эта смесь. Все. Смотрится очень культурненько. И посмотрите, как быстро посажено растение. И третья посадочка. Листики фласочные можно было бы оторвать, но я пока не буду этого делать. Возможно, при последующей пересадке, перевалке, как получится, я их уберу. Ну, или они сами к этому моменту уже отживут свое. И вот так. Вот так вот у него длинненькие крышульки такие есть. И посажу стаканчик. Вот так вот. Вот так вот. Вот таким образом очень быстренько пересадила вместе с вами этих малышат. Есть у меня такой контейнер. Поставила эти три стаканчика для того, чтобы удобнее переносить. И, наверное, эти растения у меня будут жить на подоконнике. Сейчас хорошие такие денечки. И солнышко, и немножко и пасмурно, облачно. Думаю, что им понравится. Если что, то притяню их листочком белой бумаги, и все будет хорошо. Также на вопрос, обрабатываю ли я растения, вновь пришедшие от насекомых. Да, всегда обрабатываю. Не всегда это показываю, так как процесс этот всегда один и тот же. Не считаю нужным затрачивать на это время. Все делаю по инструкции, препараты всегда говорю, какие беру. Сейчас сидим дома, карантин. Поэтому все, что есть под рукой. И в предыдущем видеоролике наверняка вы видели, чем я обрабатывала свои растения. Ну а на этом все. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok